Всем огромный привет и в этом видео я хочу вместе с вами распаковать кое-какие обновочки для Алисы и маленькая-маленькая-маленькая часть будет для меня. На самом деле тема, как ни странно, животрепещая, бомбящая и пуканистая, потому что буквально под каждой фотографией в инстаграм Алисы обязательно начинается с раньше на тему того, почему она одета не как принцесса. Я не являюсь носителем комплекса принцессы и не хочу прививать своей дочке. Это значит, что мне нравятся вещи скорее шкодные, милые, уютные, спокойные, без кричащих суперрасветок, без вот таких золотых рюшей, без эффекта цыганского ребенка, на которого надели все самое дорогое золото в доме. Я не считаю, что годовалый ребенок должен выглядеть дорого или на прогулке на детской площадке наряжаться так, как будто он идет на бал. Поэтому, если вы рассчитываете, что здесь будут бальные платья, в которых мы будем, не знаю, гламурно ковыряться в песочнице, то нет, девочки расходимся. И остаемся те, кто также пропагандирует растущую девочку без комплекса принцессы. Если честно, я читала такую фразу, что все детство ребенку пытаются объяснить, что она принцесса, а потом всю оставшуюся жизнь ее все в этом разубеждают. И я прям при вас буду распаковывать, сразу сделаю такую ремарочку, то, что сейчас на лето у Алисы просто огромное количество одежды. И если вы посмотрите мой инстаграм, там чаще всего нет двух фотографий в одинаковой одежде, мы просто не успеваем носить то, что у нее уже куплено. Поэтому я умничка-хозяйка поступила дальновидная. В основном то, что я заказала на этот раз, это немножко с прицелом на вырост. Давайте я сейчас распакую первую вещь. Практически это была эпиляция пакета. Вот такая вот шкодная туника платье. Классические платья, которые круто выглядят. На самом деле ребенку, ну как мне кажется, дико неудобно носить. Она вот сейчас ползает, если мы даже там выбираемся, куда это в платье, она постоянно наступает на этот подол, коленями запутывается. Поэтому я пришла к выводу, что платье для малышей, но исключая особые случаи, когда типа можно и потерпеть. И самый крутой, наверное, вариант, это что-то типа туники, которые можно носить либо с леггинсами, с лосинками, или даже с колготками, но что дает абсолютную мобильность ножкам. Так вот, платьица номер один, это вот такая вот потрясающая хлопка, очень красивая, милая, вы видите, она лаконичная. Здесь немножко расклешенная юбка, но тут нет какой-то помпезности. Я вас уверяю, когда я выставлю фотографию Алисы в нем, будет миллион комментариев на тему того, почему такое бедное платье. Все заказы, несмотря на то, что это разные производители, в частности вот эта марка Хип, я заказывала на сайте Чики Рики. Это, по-моему, мой четвертый заказ. Основная фишка там в том, что вы регистрируетесь один раз по аккаунту своей почты, никакие соцсети не нужны, и дальше вам каждую неделю или чаще приходят сообщения о скидках. Так вот, на сайте Чики Рики собрано огромное количество разных брендов, брендовых марок, брендовой одежды. Это не секонд-хенд, это актуальная одежда, но которая там собирается по супер-скидкам. Открываю второе платьице. Как делаю я? Я периодически просматриваю раздел промо-акций, все новые предложения мне приходят туда. Если я знаю, что надо там что-то приобрести, уже знаю марки, которые мне нравятся, отслеживают самые крутые скидки. Там еще здорово то, что собрано по направлениям все. Допустим, детская одежда до трех лет, осенние платья, посуда, игрушки. Платье-туничка номер два. Я поняла, что очень важно детские вещи выбирать именно с претензией на, не знаю, какой-то почти минимализм. Иначе их очень сложно между собой миксовать. Вообще, в принципе, найти спокойную детскую вещь – это невыполнимый квест. Поэтому даже, ну и, наверное, это и не нужно, да, потому что ребенок все-таки должен, не знаю, расти в окружении красок. Но надо это делать так, чтобы не получался винегрет. Так вот, несмотря на то, что у Алисы достаточно спокойный гардероб, все равно периодически сочетать вещи сложновато. При этом я не хочу ее одевать только капсулами. То есть вот, что вот эта кофта, она только вот с этими лосинами, да. Да, это смотрится классно комплектом, но ни шаг вправо уже невозможно, ни шаг лево. Поэтому я ориентируюсь на какие-то вот спокойные варианты. То есть, видите, это такая серая туничка, она достаточно универсальная. И здесь в то же время присутствует принт. Думаю, классненько будет носить с колготками, леггинсами. В частности, даже, возможно, вот с этими голубыми штанишками. Я тоже так присматривала, да, чтобы уже был плюс-минус какой-то перекрестный вариант. И, ну, почти комплект. То есть, здесь, видите, голубые лепесточки. Это не будет смотреться как-то не в тему. Брючки такие хлопковые, немножко стрейчевые, тянущиеся. Если бы здесь был какой-то твердый, жесткий пояс, я им могла натирать или как-то живот передавливать. Вот такие вот манюсенькие колготульки. И я тоже смотрела универсальных оттенков, чтобы сочетать с максимальным количеством вещей. Белые это дико непрактично, просто дичайше. Белая вещь, она всегда показывает, какая вы плохая хозяйка. Потому что, не знаю, вот сегодня я буквально Алису черешней кормила. Просто ювелирно вставляла ей в приоткрытый ротик. Ну, что вы думаете? Алиса также ювелирно выплевывала это четко на светлой части одежды. Никакой свинячек, все это детский лепет, ничего не помогает. Потому что, и даже если вот такой вот край торчит рукава, она вот таким вот образом умудряется впиться туда губами. В общем, оставить везде пятна. Поэтому, думаю, сильно долго они не проживут, но я рассчитываю их носить вот на выход. Так, чтобы как бы это была какая-то универсальная вещь, которая сочетается буквально со всеми платьями. Из серии пестрая, дизайнерская, красивенная. Дизайнерские лосинки. Ну, вообще вот это классическая расцветка, да, которая такая очень пестрая. Но если носить их, а я так и планирую, с однотонным верхом или с каким-то спокойным верхом, получается, очень шкодно. Шапчонка. Учисляла проблема найти универсальную шапку, которая бы сочеталась с максимальным количеством вещей. Поэтому я искала однотонную, но в то же время девчатку. Здесь розовые солушки такие. Детская пижамка, также на вырос, потому что сейчас у Алисюши есть комбинезончики. Я уже выбирала вариант без носочков. Она у нас уже, ну, почти сама ходит, как бы еще боится без опоры. То есть, если она даже за тебя одной рукой держится, она будет идти лучше двумя. Если она отпустила руки от опоры, но еще не заметила этого, то она даже спокойно стоит. Даже может там пару шажков взять. Но если она поняла, что она ни за что не держится, у нее сразу такие глаза. Если здесь будут носки, как бы приделанные, то они могут скользить. Вот, я полностью не исключаю такой вариант. Но мне кажется, более универсальное для бегающего ребенка это обычные штанишки. И вот такая вот маечка. Такое вот платье со длинным рукавом. Тоже дизайнерская одежда. Видите, она также не вычурно-кричащая, богатая. В то же время она очень качественная. То есть, это хлопковый трикотаж. Очень приятный, как бы не пылящий, без ворсинок. Очень аккуратно сделаны швы. И есть небольшой мультяшный принт. Еще несколько вариантов колготок. Я брала разные размеры. Вот на эту осень и, по-моему, на следующую весну. Серенькие леггинсы. Немножко даже похожи на колготки. Я думаю, что их круто носить с туничками. Даже, наверное, круче, чем колготки. Потому что, ну, колготки все-таки это нечто предполагающее. Там хорошенечко закрытую попку. Как-то так. А леггинсы, в принципе, даже с майкой можно носить. Или если такая туничка не слишком даже длинная, это все смотрится органично. Курточка. Что мне в ней понравилось? Базовый цвет. Потому что все вещи детские сами по себе могут пестрить. Невозможно, мне кажется, достигнуть абсолютной гармонии, если только вещи либо они из одного комплекта капсульные, либо они супер однотонные. Но вот честно скажу, если брать у разных брендов, вот, ну, почти нереально достичь такой сочетаемости. Поэтому я примерно смотрю, чтобы в гардеробе у нее были как бы базовые оттенки, да, и вот такие яркие пятна, которые можно между собой сочетать. Так вот здесь, видите, принт в виде стрекозки. Затягивается это все на талии. То есть немножко может выглядеть таким расклешенным к низу, приталенным. В то же время очень удобно, что есть молния, потому что на Алисе застегнуть какие-то пуговицы, это, короче, миссия невыполнима. Потому что такое ощущение, что ты через кожу застегиваешь, там столько возмущений, типа, как так на живом человеке застегивать пуговицы. В общем, похожая курточка, но уже немножко другого размера. Кстати, детские размеры имеют два соседних размера, а разбежку 6 сантиметров. Поэтому очень сложно одеть ребенка так, чтобы он выглядел прям по размеру тютелька в тютельку. Особенно, если это какие-то вещи, которые сильно заметны. Ну, например, те же комбинезоны, в которых у нас из-за холода домашнего Алиса постоянно дома рассекает. То есть, когда они там чуть-чуть великоваты, то носочки могут быть несколько свободны. В то же время размер может быть абсолютно ее, потому что 68-й ей уже маловат, и у нее там пальцы на ногах чуть-чуть подгибаются. А 74-й следующий еще великоват. И фактически вот эта точка абсолютного равновесия, она очень кратковременна. Такая вот курточка, она же почти куртка-платье. Туничка такая, может немного тоже попку закрывать. На осень, мне кажется, отлично. И здесь уже кнопки. Кнопки тоже гораздо круче, чем пуговицы. Они, видите, сделаны как именно для внешней, как бы верхней одежды. То есть, не маленькие, как на нижнем белье, а вот такие довольно-таки массивные, смотрятся органично, и в то же время гораздо быстрее застегнуть-растегнуть, чем пуговицы. Такая вот шкодная туничка. Многие могут подумать, откуда у Чики-Рики какие-то бешеные скидки, где здесь подвох обман. На самом деле у них нет физических филиалов, магазинов, поэтому они не тратятся на аренду. То есть, у них есть склад, где все это хранится. И туничка вот такая. Сама по себе, видите, это уже активная вещь. Поэтому, если ее, допустим, сочетать с какой-то курточкой серой, вот так вот, то будет смотреться не как бы вычурно, ярко, не знаю, кричаще. Она сделана по принципу Color Block. Привет, Рога! Да, как вы видите, здесь тоже нет синдрома принцессы. Следующий спортивный костюмчик. Потому что, как бы круто девочки не шли платье, но объективно это не так удобно, как какой-нибудь шкодный спортивный костюмчик. Серенькие штаники, без всяких там рисунков, принтов. И немного декорированная курточка. Из зубы, да, сейчас в основном Алиса ходит в босоножках. И вот на осень, как такой универсальный, но не слишком спортивный вариант, у нее появились слепоны. Батюшки, у Алисы есть свои слепоны. У меня, страшно сказать, в каком возрасте. Пару месяцев назад первые слепоны появились. И у Алисы уже есть слепончики. Вот чем они хороши? Тем, что их можно, в принципе, и со спортивным костюмом, и с джинсами, и даже с платьем. Подошва у них, видите, такая в пупырышках, антискользящая. Еще одна пижамка. Пижамки между собой тоже разных размеров. Также без носочков. Вот так. И она, в общем, в стиле Деда Мороза Санта-Клауса. Не знаю, мне прям очень-очень понравилось. Заклепки здесь есть. Вся такая шкоднячая. И еще в комплексе вот такая вот шапка. Здоровенно, но она как бы должна вот так вот свисать. Думаю, мы будем ее надевать, не знаю, либо перед гостями, потому что она когда бабушки и дедушки приезжает. Или после того, как моем голову в душе, для того, чтобы там не простудились ушки, чтобы пока там она распарена и остынет. Последний вариант, что касается домашнего комбинезона, тоже безумно шкодный, изумрудный, тоже с капюшоном. Это именно вариант на зиму, потому что как ни крути дома, все равно Алиса проводит большую часть времени. То есть на улице мы с ней там 3-4 максимум часа гуляем, все остальное время дома. И дома у нас зимой холодильник. Здесь помимо стандартной вот такой вот молнии, она заходит вот так вот аж назад на спину. Его можно вот здесь вот разрез, вот так вот регулировать. Вот здесь вот снизу, я думаю, для мальчиков особенно актуально раскрывать. Поэтому классный вариант подождет Алискиной зимы. Что же я заказала для себя? У меня, как вы знаете, комплекс ночного домашнего человека, когда мы ездим в гости с ночевкой, я все время думаю, как же, если я буду спать, а одеяло спадет, а я полугола. У меня нога голится, а там нижнее белье. Как же я встану в водички попить, а там люди. Короче, я всегда первым делом беру с собой пижаму. Если мы куда-то едем, там не знаю, где гостиница, я все время представляю, сколько людей на этой кровати спали, мне нужен мой личный барьер между мной и ранее спящими. Так вот пижама это number one. в моем, ну короче, видите, я Алису тоже на это подсаживаю, мне впало на мещи, это чисто домашний пижама. Так вот, я себе огромные такие труселя, паруса заказала. Нет, на самом деле они не такие огромные, просто это ткань, просто это огромный кусок ткани. Нет, просто, в общем, они не тянутся, они, я выбрала специально даже на размер больше, они свободны, чтобы были, чтобы они ничего не перетягивали. Здесь есть вот пасок, можно на талии затянуть как угодно, хоть 4 раза обернуться, но если в них спать, очень важно, чтобы они как бы на ногах были свободны, потому что я обычно сплю вот в такой позе, одна нога у меня где-нибудь в изображении головы, и если они очень тесные, шорты какие-то, то у меня такое ощущение, что на лошади всю ночь скакала, поэтому надо что-то максимально комфортное. И плюс огромное, то что они не однотонные, вот так вот, потому что я, как говорила, королева пятен, я вам такого не говорила. И здесь же в комплекте идет вот такая вот маечка, это, по-моему, хлопок и вискоза, то есть оно тянется, но это натуральная ткань, очень-очень приятная. Кстати, если бы какая-то вещь мне не понравилась или не подошла, можно спокойно ее вернуть обратно, и вам, соответственно, вернуть деньги. Виды доставки у них бывают разные, почта, курьер, пункт выдачи, я всегда выбираю курьера, мне приносят коробку. И магазин для моих подписчиков предоставил промокод, который даст вам скидку на первую покупку. Я его оставлю в описании под видео. Еще маленький-маленький секретик, о котором я как-то упоминала, то что каждую пятницу на Чекирике происходит так называемая финальная распродажа. То есть в течение недели цены низкие, а в пятницу их вообще могут еще как бы больше уронить, и там можно вообще оторвать какие-то, ну прям реально по бросовым ценам брендовые, дизайнерские, качественные вещи. Но туда нет доступа, если вы не зарегистрированы. Ссылка вам приходит лично на почту. Вот и все, что я вам хотела показать. Надеюсь, мои размышления на тему детских вещей помогут вам в чем-то определиться с выбором. Может, вы сталкивались с другими трудностями. Обязательно в комментариях напишите, что вас больше всего раздражает, когда вы выбираете детскую одежду. Давайте обменяемся опытом, почитаем, наставим будущих мамочек на правильный путь. Всех целую. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!